Мы постоянно в Гугле или в Яндексе ищем информацию. И информацию мы чаще всего ищем в виде статей. Именно информационные статьи являются тем, куда мы целимся, когда хотим что-то узнать. Мы заходим на Википедию, заходим на какие-то другие сайты. Множество сайтов есть, их перечислить, и их количество постоянно растет. Но какие страницы дают действительно трафик? Какой контент лучше создавать? Ведь каждый хочет получать органику на свой собственный сайт. Потому что органика с целевой аудиторией это, конечно же, двигатель вашего сайта к высоким позициям. Без позиций у вас не будет трафика на коммерческих запросах и не будет продаж. Поэтому как вам поступить, чтобы получать стабильный органический трафик? Вам нужно, конечно, создавать такой контент, который будут гуглить пользователи. И пользователи из вашей целевой аудитории. Но многие начинают вести новости. Новости – это короткие заметки, которые актуальны в данный момент и, конечно же, приносят какой-то, возможно, трафик. В чем различие между новостями и статьями? Какие статьи лучше писать? Почему одни статьи плохие, а другие хорошие? В этом ролике мы проговорим про вечно зеленый контент. И, конечно же, постараемся разобрать последования про Н1 и другую информацию, которую мы подчеркнули за годы работы. Итак, поехали. Давайте разберемся, что такое вечно зеленый контент. Конечно же, я нагуглил и нашел статью Артема Мазура на сайте, где он говорит, что вечно зеленый контент – это контент, который охватывает темы, у которых нет срока годности, интерес к которому не упадет в ближайшее время. Какое такое ближайшее время? Конечно же, где-то в районе нескольких лет. Ну, то есть, несколько лет эта тема будет актуальна и не будет сходить, условно говоря, из поиска. И будет стабильно давать вам органический трафик. И здесь вот в примере он очень отлично подает определение, что такое вечно зеленый контент и дает примеры. Например, статьи «Как начать блог», «Лучший вклад для накоплений», «Рецепты новогоднего торта». Что их объединяет? Их два материала дает трафик более-менее по ровной кривой. То, например, рецепты новогоднего торта, да, вы видите, что идут всплески, конечно же, на Новый год. Как проверить, тем является ли она действительно, соответственно, вечно зеленой, у вас есть для этого тренды Google. И в трендах Google вы можете задать эти же самые запросы и посмотреть эту картинку. Например, рецепты новогоднего торта, поисковый запрос вы увидите за последние пять лет. Там, если выбрать по всему миру, то он говорит, что слишком мало. Но давайте возьмем там 3 сентября. Все знают известную песню. И, конечно же, вот-вот-вот можно проверить популярность этого трека. И мы видим, что да, он является вечно зеленым ярким примером контента. Соответственно, можно взять поисковый запрос, как «Испечь торт». И посмотреть, как люди реагируют на этот поисковый запрос. И вы увидите, что, в принципе, популярность этого запроса держится на уровне. То есть, его тоже можно назвать вечно зеленым. То есть, нет такого, что он упал. Но, например, взять, допустим, тему «Олимпиада 2020». И можно увидеть, что у этой темы популярность выстрелила и упала. Такие темы, соответственно, имеют обыкновение исчезать. Вот «Шахматная олимпиада 2016 года». Можно увидеть, что она вот была в 2016 году и исчезла. То есть, если посмотреть за наше время, такой контент вечно зеленым называть нельзя. Соответственно, вот он выстрелил, там, шестой, шестнадцатый год, и тот он выстрелил. И такой контент не является. Это новостной контент. И вот мы можем по статье посмотреть четко, какой тип контента не является вечно зеленым. Это, конечно же, новости и краткие информационные статьи, которые привязаны к какому-то событию. Они не будут являться никогда вечно зеленым контентом. То есть, если вы хотите писать себе в блог «Новость», открытие магазина не является вечно зеленым контентом. И, соответственно, какие-то просто новости, выдранные от поставщика, тоже вечно зеленым являться не будут. Так же самое это касается в теме объявлений о продуктах. Объявление о продуктах, когда выходит там тот или иной продукт, вы можете увидеть, что его популярность со временем падает. Например, мы возьмем iPhone 11. И посмотрим, как меняется популярность у этого продукта. И вы видите, что фактически он вечно зеленым не является. Он уходит вниз. И, соответственно, если вы возьмем iPhone 5s, вы увидите, в принципе, как эта картина выглядит в реальности. То есть, на какой-то период времени его можно назвать, что он вечно зеленый. Но в долгосрочной перспективе вы видите, что, в принципе, продукты могут падать. Поэтому вы можете взять любой, вбить другой продукт, и увидеть, что у некоторых продуктов бывает слишком краткосрочный интерес. И здесь есть та тонкая грань между обзорами объявлений о продуктах, выходами продукта. То есть, объявление о выходе продукта приходится на вот этот период. Обзоры продукта уже приходятся на вот этот период. И обзоры уже являются более вечно зеленым контентом. Более зеленым контентом, чем объявление о его выходе. Соответственно, статистика, которая, возможно, устареет. Да, какая-то статистика на какой-то год, какое-то исследование на какой-то год, они имеют обыкновение устаревать. Поэтому их вечно зеленым называть нельзя. По поводу исследований статистик, у них есть другая ценность. И об этом мы поговорим в следующем ролике. А чтобы не пропустить ролик, не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите уведомления. И следующие какие моменты еще контента, это сезонный контент. Но я говорил спорно, потому что некоторый контент сезона является периодичным. И каждый год он будет вам выдавать определенную тенденцию. Например, если ваш бизнес заточен под новогодние праздники, ваш контент, возможно, и будет вечно зеленым. Но, правда, он будет зеленеть раз в год. Ну, и статьи о текущих тенденциях. Тренды лет такого-то года, тренды кого-то такого-то года. Вы читаете тренды моды за два года назад? Я думаю, нет. Этот контент не является вечно зеленым. Но оформленная статья в стиле, что носили в 80-е, что носили в 90-е, вечно зеленый стать может. Потому что такое могут пытаться кто-то гуглить. Ну, и, конечно же, на самом деле, мы коротко перечислим действительно типы вечно зеленого контента. И здесь мы разберем, какие типы контента действительно популярны. Первое, это, конечно же, руководство. Любое руководство, которое вы напишите, инструкция, это гарантированный успех вашего продвижения. Потому что, однозначно, руководство дает больше всего полезной информации. То есть, больше всего они дают пользу пользователю. И они охотнее будут на них заходить. Поэтому, любая инструкция, любое руководство, расписанное на вашем сайте, гарантированно привлечет заинтересованного потребителя вашего товара. Будь он купил его, или собирается купить. Следующее, конечно же, это популярные списки. И я здесь хотел бы посмотреть, действительно, какие статьи и списки действительно популярны. Я решил зайти на портал vc.ru. Известный довольно портал своим гигантским трафиком. Вы видите, какое количество ключей, какое количество трафика дает отдельные ключи. И я отсортировал те, которые дают расширенные сниппеты. И решил посмотреть, какой список ключевых слов генерирует расширенные сниппеты. Про важность расширенных сниппетов я могу показать в нашем кейсе, который, кстати, выйдет скоро на нашем непосредственно сайте. И ссылочку я, когда кейс выйдет, обязательно оставлю в комментарии. Или, скорее всего, оставлю в описании этого видео. Так что следите за роликом, он обновится. Но, в первую очередь, на что бы я хотел обратить внимание, почему расширенные сниппеты важны, потому что именно они находятся в первом месте выдачи. И, скорее всего, по ним будут переходы. Поэтому, если вы посмотрите любые ролики, то есть любые статьи, то вы увидите, что статьи в основном выглядят как инструкции, как списки и как топы. То есть, все, что занимает расширенные сниппеты, на самом деле подчиняется определенным правилам. Это некие определения. Это некоторые пошаговые инструкции. Вот пошаговые инструкции, к примеру, как статья называется. «5 упражнений для развития мозга». И в этой статье можно увидеть, что эта статейка находится на очень вкусных местах. И она довольно короткая, в ней просто написаны небольшой контент, но она получает расширенный сниппет и упражнение для мозга. «Дезмораль» – а простое определение, просто определение, отвечающее на вопрос, что это такое. Вот этот коротенький контент, он находится на первом месте и получает расширенный сниппет. «Как похудеть без спорта» – некая такая инструкция. Некая инструкция, которая рассказывает, как действительно похудеть. То есть, есть инструкция перечисления, а здесь инструкция пошаговая. И, собственно, топ. Яркий пример классического топа – это бесплатные почтовые сервисы плюс ликбез по протоколам. И здесь рассказывается про работу почтовых сервисов, перечисляются самые популярные или не очень, хотя некоторые уже совсем не очень. И рассказывается про попи, мапы с МТП. Какие-то банальные вещи, которые просто на самом деле рассказаны простым языком. Вот. Именно эта статья и другие статьи занимают, как вы видите, прилично. Дают им трафика, просмотры. И самое главное – они сайту до сих пор приносят расширенный сниппет. И если посмотреть, допустим, на трафик, допустим, конкретной статьи с 2019 года, мы всегда можем проверить это, потому что, ну, есть Ahrefs, мы можем всегда все посмотреть. И давайте вот как раз оценим вот эту конкретную страничку. И на конкретной страничке мы видим, что у сайта и так неплохо все по доменам ссылочным, то есть он стабильно растет. Начиная с 2016 года начинает занимать очень лидирующие позиции по трафику. То есть, в принципе, сайт очень классный тем, что привлек к себе огромную аудиторию. Но мы сейчас рекламируем не сайт для гостевых постов, а непосредственно то метод, как работает вечно зеленый контент. И сейчас на примере этого сайта вы можете увидеть, что у статьи всего 4 внешних ссылки. Всего 4. Но по органическому поиску она держит стабильно топ-10 вот с 2019 года. Она поднялась и держит топ-10. Вот эта простенькая статья. И лучше ее получается, как будто никого нет. Для гугла достаточно такая длина контента. Поэтому давайте ответим на следующий вопрос. Какой длины должен быть вечно зеленый контент? Первое, что я хочу вам сказать. Неважно, какой контент вы пишете, вы должны четко понимать, что гугл любит то, что вы видите в топ-1. Поэтому реально ваше исследование должно соотноситься с тем, что вы анализируете в выдаче. Поэтому, когда вы берете любой запрос, вы должны уметь посчитать количество слов в контенте, который вы увидели. Для этих целей мы создали утилиту, которая действительно позволяет это сделать. И действительно, вот мы сейчас возьмем запрос, что такое вечно зеленый контент, спарсим вот эту выдачу. Это нетрудно. Вот мы сейчас это сделаем через наш плагинчик, при помощи которого можно спарсить все ссылочки, какие нам нужны. Нам нужны только первые 10 ссылочек, которые мы увидим. Вот, мы сейчас их возьмем. Зайдем в нашу утилитку, которая называется веб-сайт аудит. И в веб-сайт аудит непосредственно проанализируем этот список. И в этом списочке мы как раз добавим в сайт. Как только мы их добавили, здесь единственный момент, когда вы копируете контент с вечно зеленого с расширенного сниппета, он попадает не очень красиво. Поэтому проанализируем сейчас и посмотрим, какое количество слов в топ-вот этой выдаче, которую мы сейчас добавим. Первое, что вы должны понимать, что при анализе ключевого, длины контента, вы должны понимать, кто реально занимает топ. Мы для этих целей сейчас для удобства все откроем и посмотрим. По запросу вечно зеленый контент вы увидите, что в топе находится довольно-таки обширная статья. Но единственный нюанс, что она сразу дает определение, что это такое. Это, собственно, плюс. Но она находится на первом месте. Она на первом месте находится вот этот контент Артема Мазура. И вот здесь вот мы можем посмотреть. Здесь статья в топе находится, она гораздо короче. Она более емкая, но она, мне кажется, гораздо короче. Примерно одинаковая. Просто больше картинок, больше. Следующая статья, которую мы посмотрим, точно короче. И следующая статья еще короче. То есть мы можем сделать какой-то некий объективный вывод, что в топе находится все равно тот, кто длиннее. Но есть определенный барьер. И если вы напишите лонгрид, скорее всего, вы можете топ по этому запросу и не занять. Почему? Потому что у лонгридов есть одна особенность. Они иногда содержат слишком большое количество ключевых запросов, которые вокруг строятся. И Google не может понять, реально, какой семантическому запросу он может соотноситься и показывать вас по всем запросам, но не на первом, не на втором местах, не выдирая у вас расширенный сниппет. Но здесь могут быть и исключения. Но мы заметили одно. В топ-1 часто занимают сайты, которые имеют расширенный сниппет. И, скорее всего, у них контент проще и короче. Как бы это странно не звучало. То есть более 8000 знаков мы контент в топе встречали редко. Поэтому давайте мы посмотрим сейчас на наш аудит. И посмотрим, собственно, какое количество знаков мы увидим. Мы увидим, конечно же, что Артема Мазура на самом деле в расширенный сниппет попала более длинная статья. Но при этом вот ВЦ, который занимает первое место, на самом деле имеет всего 8000 знаков. 9000 знаков. Тут 11000 знаков. Здесь дальше идет 14000. Здесь вообще какой-то гигантский на Текстера блок. И видите, Текстера, который имеет 50000 знаков, находится еще ниже. 18000 знаков. 16. 23. На самом деле мы заметили эту тенденцию, что реально лонгриды уступают более коротким и емким, коротким статьям, которые более четко все рассказывают. Поэтому длина контента не совсем показатель. И сейчас, как вы видите, единственный вариант это отличающийся сайт Артема Мазура, который, собственно, по этому запросу занимает топовое место. Но, как вы видите, у этой статьи, на самом деле, огромное количество картинок. Она очень сильно, ну, как говорится, расписана по картинкам. И в этом плане она очень хороша. Единственный момент я всегда советую вам. Обращайте внимание на выдачу. Меряйте выдачу перед тем, как вы собираетесь что-то писать. Длина контента, как мы видим, для вечно зеленого контента имеет определенные границы. Мы эту границу называем от 8000 знаков. Больше 50%, до 12000 знаков мы рекомендуем стараться не писать. Постарайтесь уложить свои мысли в 8, ну, в 10 тысяч знаков. 7 уже лучше не надо. Лучше дополните, поработайте над этим. Но 8000 знаков это некий психологический барьер для написания хорошей статьи, которую можно прочитать. И прочитать за короткое время. Но вы не должны просто написать 8000 знаков, само собой, без каких-либо разделителей. Разделителями вы знаете, что в вечно зеленом контенте всегда выступают обязательно картинки, обязательно списки, обязательно примеры. И вот здесь подводный камень при написании вечно зеленого контента. Чаще всего автор пишет простыню, и она не становится вечно зеленой. Поэтому наполнение вашей статьи должно быть максимально визуальным, максимально легко читаемым. И здесь действительно постарайтесь не провалиться. Длина контента в первую очередь определяется не количеством знаков, но и наличием такого контента, который вы видите на экране. Следующий вопрос, это какой тип контента действительно лучше всего заходит. Мы перечислили несколько вариантов, ну а какой лучше. И статистика действительно отвечает на это. Брайан Дин сделал громадное исследование, в котором провел анализ разных сайтов вместе с поддержкой Басума. И вот вы видите график. Это собственно, какой тип контента получает больше всего эффекта, да, то есть больше всего трафика из поиска. И в первую очередь это списки. Любые списки информационные получают больше, чем любой другой тип контента. Поэтому если вы хотите про что-то составить список, делайте это. Список чего-то, список там тех вещей, там как-то, каких-то список товаров, список продуктов. На самом деле интернет-магазины за счет списков могут получать огромное количество трафика, перебирая информационку. На самом деле это так легко и так просто, вот просто сейчас начать писать вечно зеленый контент. Собрать семантику, посмотреть, что генерирует расширенные сниппеты, посмотреть, что люди гуглят, выделить запросы в списке. Или по этой инструкции, по всем остальным тоже неплохо проработать. И уже начать писать. Если вы этого еще не делаете, поверьте мне, список на 8000 знаков вам напишет любой маломальский копирайтер или любой маломальский продавец вашего магазина за вечер. И вы получите статью, которая будет давать вам тонны трафика. Без шуток это работает, любой список с этого можно начать. Второй тип контента это инструкции. И здесь сложнее. Здесь вы уже не можете отдать просто вашему продавцу или там какому-нибудь копирайтеру, найденному, нанятому вам в компании, для того, чтобы написать инструкцию. Инструкцию действительно должен написать хороший технический специалист вашего бизнеса, который напишет это таким языком, чтобы было и понятно одновременно потребителю, и одновременно не содержало недостоверной, неправдивой информации. Да, именно наличие неправдивой информации может очень сильно подпортить репутацию вашему сайту. И на самом деле мы знаем, что в ряде ниш Google начинает внедрять за буржу факт-чекинг. Да, факт-чекинг это проверка фактов. И вы можете попасть, как говорится, под раздачу. Яндекс уже давным-давно внедряет такой алгоритм. Как он будет работать в будущем, мы, конечно, проследим за этим. Но алгоритм проверки фактов он планирует внедрять тоже. И здесь я бы хотел сказать, что с инструкциями старайтесь сразу писать так, чтобы они были максимально полезны. Потому что инструкция на самом деле привлекает большое количество ссылок. Теперь вопросы определения. В вашем бизнесе по-любому есть какой-то словарик, так называемый глоссарий. Почему бы вам не создать раздел вашего блога глоссария, в котором расписать непосредственно про какие-то термины, четкие определения. И ответить на вопросы, что это, и сразу какие-то вопросы, связанные с этим термином. Почему? Потому что следующим за вопросами, что это, идет там почему. И, соответственно, как. Как и почему там, как сделать то, почему это так. То есть обязательно это обыгрывайте. Запросы со словом как генерируют огромное количество трафика. И если мы посмотрим сейчас по статистике, я могу просто посмотреть, какое количество запрос содержит слово как. Вот. И сейчас посмотрим, как это выглядит реально в статистике. Почему? Потому что мы, когда проводили исследования по расширенным сниппетам, мы столкнулись с этим, что на самом деле некоторые запросы генерируют действительно огромное количество трафика. Больше, чем другие. И в этой статье я проводил исследования. Исследования на самом деле уже так, конечно, надо будет обновить. Но что надо делать в 2019 году, нужно будет добавить новые исследования. Но на самом деле те вещи, которые я вытащил из поиска, однозначно уже заставляют задуматься, что запросы со словами как, что и где давали больше CR, чем другие запросы в информационке. Поэтому вот эти запросы оказались для меня наиболее интересными. И, как ни странно, действительно, это стоит на это обратить внимание. Про другие типы запросов мы тоже поговорим. Но сейчас мы останавливаемся на том, что вопросы как позволяют вам просто отсеять огромное количество запросов и с них уже начать статьи, которые дают расширенные сниппеты. В любой нише, в вашей нише всегда есть запросы. Можно представить слово как и посмотреть, что выдаст поисковая система. Попробуйте, просто зайдите в Яндекс.Вордстат, вбейте плюс как и посмотрите, что вам предложит система. И вы увидите, какое количество запросов существует для написания информационки. И эта информационка, я гарантирую, что будет вечно зеленой. Поэтому, как я могу сказать, запросы, словом как, работают прекрасно. Едем дальше. Следующий тип запросов, который дает уже меньше, это обзоры. Да, многие бы сказали, что обзоры должны быть выше. Нет, обзоры гораздо ниже. Обзоры чего-то работают гораздо хуже, потому что обзорные запросы люди гуглят не так часто, потому что надо добавлять слово обзор. А люди часто убивают само название товара и, конечно же, трафик уходит на коммерцию. Поэтому обзоры обречены сосуществовать на карточках товаров, чаще всего, в виде отдельного раздела. То есть, ну на самом деле, с обзорами ситуация более печальная. Хотя, на самом деле, обзоры и сравнения неплохо себя чувствуют в отдельных нишах. Какие ниши, можете написать в комментариях. В каких нишах действительно обзоры и сравнения товаров хорошо работают. Точно так же хорошо работают альтернативы. Они сюда же попадают, когда какой-то продукт закрывается, исчезает из продаж. Например, вот сейчас вот тулб гугла по проверке этих так называемых микроразметок перестал работать. Да, ему на него уже зайти нельзя. Но схема выкатила свой. И поэтому любой сегошник, который сейчас возьмет и напишет, а это буду я, расскажет про альтернативы сервисов микроразметки. Где можно проверить микроразметки. Вот, и соответственно, здесь фокус кроется как раз в том, что альтернативы действительно тоже хорошо работают. Подкасты действительно работают хуже. И здесь, как ни странно, я анализировал трафик своих подкастов. И увидел, что они хоть и дают более-менее такой стабильный вечно зеленый трафик, да, там можно посмотреть по каким-то запросам, где-то даже вот я выловил по каким-то страницам. Вот, продюсер-блогеров, например, почему-то до сих пор там дает хороший трафик. Хотя самое интересное, что, ну, трафик такой себе, такая специфическая страница, специфический подкаст. Вот, ну и, соответственно, вот пример аналога, да, отвалился плагин Geoclever. Вот почему аналоги живут недолго. Потому что есть понятие, когда этот бизнес, ну, что-то пропадает в данный момент. Оно что-то вроде новости. Поэтому сравнение позволяет быстро получить трафик, и потом какой-то по-нисходящему будет падать в конце. То есть кто-то еще пытается находить этот плагин, находит, что его не существует, что этот Geoclever больше не работает, и находит мой подкаст. А там я рассказываю, что да, уже есть давным-давно другой плагин, который называется Location Guard. И, собственно, он лучше. Вот, поэтому вот примеры, да, то есть что подкасты, на самом деле, сказать, что они долгоживучие, нет. Не могу сказать, что контент с подкастов дает стабильно весь, ну, как говорится, стабильный трафик. Ну и, конечно же, хуже всего работают интервью, инфографики, пресс-релизы и презентации. Кто нисходящий? Логично, потому что, ну, а кто их будет гуглить, во-вторых, их наличие чаще всего ситуативно, и люди попадают на них в ситуацию. Поэтому, да, здесь не могу сказать, что не согласен. Согласен с Брайном Демоном, и популярность контента действительно такая. И однозначно мы выбираем определение, вот это связанный тип контента, определение и отвечающие на вопросы как. Отдельно инструкции, как, допустим, как сделать что-то, как сделать это. То есть, если здесь этот контент более-менее связан, то это отдельно. То есть, как стать блогером вот такого плана, вот оно вот здесь все попадает. Инструкции, пошаговая инструкция. И отдельно списки. Напоминаю, списки первые, что вы можете найти. А спонсором сегодняшнего выпуска выступает компания ZenLinks. Сервис краудмаркетинга. Первые 10 ссылок они предлагают со скидочкой 33%. Радует широкая география, размещение, Российская Федерация, СНГ, зарубеж и действительно большое количество площадок, форумы, отзывы, вопросы, ответы, доски, статьи, каталоги. Гарантия до 7 дней, отчет по завершению проекта. Продвигайте свои проекты со скидкой 20% по промокоду SEOQUIC. Зарабатывайте на партнерской программе и тратьте на личные проекты. Ссылка на сервис будет сделана в описании ролика. Также рекомендуем обратить внимание на то, что действительно сайт сделан очень просто и удобно и вы можете воспользоваться актуальными акциями. Но следует помнить, что контент, который вы пишете на свой сайт, каким бы вечно зеленым он вам не казался, он должен быть максимально релевантен вашей аудитории. Мы какое-то время принимали разного рода гостевые публикации и гостевые публикации принимали на темы, иногда они совсем релевантны. И если вы увидите, некоторые темы немножко не коррелируют с нашей механикой SEO продвижения. Но конечно же некоторые люди действительно хотят на этом зарабатывать. И есть темы посвященные заработку в инстаграме, вы увидите довольно интересные истории, которые есть. То есть вы можете полистать эти статьи и они собирают действительно огромное количество просмотров. Здесь вы должны понимать, что когда вы создаете статью, она должна быть все-таки привлекать ту аудиторию, которая возможно будет вашим клиентом. Не цельтесь в аудиторию, которая точно им не станет, ну либо даже приближенно не будет. Вам не нужно, чтобы на сайте находилась аудитория, которая не соответствует вашим взглядам на портрет вашего клиента. Потому что именно портрет вашего клиента должен читать ваш сайт. То есть именно тот портрет, который вы собрали, должен интересоваться темами, которые точно на вашем сайте присутствуют. Не нужно писать про Google Docs, если это вам не нужно. Не нужно посвящать статьи каким-то новостям в Телеграме, если это бесполезно. Цельтесь то, что будет читать ваш клиент по вашей гипотезе. И хотя бы один из них будет вашим заказчиком. Один из ста. На пример из этой же темы была бы также написана статья о заработок в Фейсбуке. Аналогичная тема, которая рассказывает инструкцию, как создать страницу на Фейсбуке. И как раз вот этот тот контент, который действительно полезен, потому что бизнесом нужно создавать странички на Фейсбуке. Следующая тема это секреты поиска Google. Я целюсь все-таки в SEO, поэтому я рассказал вокруг этой темы не просто как гуглите, как работает Google. То есть, как он принцип его работает, вся статистика из него, как работают разделы поиска. Ну и рассказал то, что должен знать SEOшник, когда работает с поиском. И те секреты, которые нужно уметь искать. Как искать те или иные запросы, как искать вопросы и, собственно, на что целиться. Как находить нужные блоги и другие вещи. SEOшники до сих пор на этой статье сидят и вылавливают что-то полезное. Потому что действительно очень много, кто об этом не знает. Следующая тема действительно очень полезная, потому что в данный момент я записываю это видео на ноутбуке. И я рассказываю, как записать видео с экрана ноутбука. И этот экран вы сейчас, собственно, и видите благодаря этому. Это инструкция, да, одна из программ, которая описана в этой статье. В какой программе я, собственно, о ней уже в статье и рассказал. Самые популярные программы, которые бывают. Поэтому такой контент будет вечно зеленым, потому что это инструкции. Яркий пример еще инструкции, то есть не инструкции, а определения. Это моя статья, что такое CPA сети и арбитраж трафика. На самом деле мы расписали это как то, что хоть мы этим не занимаемся, но клиенты этим интересуются. Потому что мы этим не занимаемся, но клиентов это может заинтересовать. Они придут и почитают, и почитают и мое видение, и, собственно, инструкцию. Я рассказываю про механику работы CPA сетей, как выгодно или невыгодно с ними работать. Тема, которая действительно полезна, потому что Gmail пользуются руководители чаще всего, или Project Manager чаще всего, потому что такая почта действительно удобная. Я не знаю, кто не пользуется, не очень популярная почта. Как на раннем мере, хотя бы кто-то тогда с ней сталкивался. И, собственно, как работать, написала отличную статью, и она, спасибо себе, гостевому посту сотрудница. И, конечно же, получилась отличная статья. Ну и, конечно же, статья, которая посвященная продвижению интернет-магазина, это Google Analytics так работает, не обращайте внимания, если вы увидите такую иконочку. Вот, и здесь статья, она собирает уже меньше, потому что, помните, что чем больше вы идете вглубь целевых запросов, даже если это будет вечно зеленый контент, вы будете получать все меньше и меньше трафика. Так вот, и, собственно, пункт, который определяет вечно зеленый контент, этот контент дает много трафика. То есть, я, собственно, показывал примеры вечно зеленого контента, и вы видите, что именно вечно зеленый контент дает стабильно большое количество органики. И в этом плане, конечно же, это прекрасно, потому что органика нам нужна всегда. Нам всегда нужны просмотры, и если статейка вам за месяц дает тысячу просмотров, это хорошая статейка. Да, вы не обязательно должны целиться в то, что статейка будет давать вам сотни тысяч просмотров, но это хорошая статья, и если таких вот вы сделаете много, статей у вас будет стабильный поток органики. И это же касается и всех других страниц, с которыми вы будете сталкиваться. То есть, как вы не работали, вы столкнетесь с тем, что не все статьи будут давать огромное количество трафика, но именно благодаря этому вы будете получать стабильный поток трафика за счет большого количества этих статей. Поэтому целимся в темы, которые дают трафик и максимально приближены к вашей целевой аудитории. Ну и напоследок разберем выводы, которые Брайан Дин провел в своем исследовании. И эти выводы мы сейчас пересмотрим. Некоторые мы из них уже рассмотрели. Например, как то, что самый вечно зеленый контент это списки и инструкции. Конечно же, как то, что мы посмотрели, что подкасты действительно они приносят меньше, но в Рунете подкасты не так распространены. Мы даже сами заметили, что мы начали вести подкасты и не столкнулись ни с какой конкуренцией. Поэтому наши подкасты есть всегда, вы можете их послушать, у нас они выходят постоянно. Единственный момент, что бывают иногда задержки с ними, но потому что темы по подкастам на самом деле собирать не так легко, ведь это темы, которые вы обязаны рассказать, не показывая. И конечно же, тут еще такие исследования, которые посвящены исключительно более популярным зарубежным площадкам. Контент на реддите с высокой долей вероятности может стать вечно зеленым. Но здесь тоже очень важно фильтровать, чтобы он не был новостным или событий. Посты, которые содержат название года в тайтле, однозначно могут быть обречены стать вечно зелеными, потому что контент, который пишется актуальный на целый год вперед, имеет обыкновение не портиться слишком быстро. Поэтому инструкция по продвижению на 2021 год, она однозначно будет популярна еще как минимум полтора года. И потом периодически вы знаете, что владелец сайта будет его обновлять, чтобы такой контент не портился. Ну и конечно же, если контент направлен на исследования, содержит как можно больше ссылок с каких-то ваших отраслевых исследований, большое количество списков, выборок, то однозначно вечно зеленым он станет с более высокой долей вероятности. Когда вы пишете контент, старайтесь наполнять его этими цифрами. И если вы посмотрите все статьи, которые у нас находятся в вечно зеленом контенте, вы увидите, что у очень многих вечно зеленых статей на самом деле есть огромное количество цифр в самом начале. И если вы полистаете, вы увидите, что мы с инфографикой действительно стараемся говорить на ты. И инфографика это действительно буст отличный, потому что вы не можете составить инфографику, не ссылаясь на какие-то исследования. Поэтому начинать статью с инфографики, я считаю, самый такой правильный вариант. Поэтому старайтесь делать инфографики, это вам очень сильно поможет. Собственно еще по поводу исследований. Экзамены, отдельные исследования, отдельные сайты, которые они там рассматривали исследования, тоже действительно дают хороший вечно зеленый контент. Ну и мы показали, что на ВЦРУ тоже встречается вечно зеленый контент, не только одни новости. Потому что туда пытаются тоже писать люди, потому что целятся для получения трафика и известность. Зачем писать что-то, что пропадет? Лучше потратить время и написать то, что точно не пропадет. И самое интересное, это индустрии, в которых вечно зеленый контент встречается чаще всего. Цифровой маркетинг, здравоохранение и технологии. Причина проста. Да, цифровой маркетинг, потому что мы сами интересуемся тем, как здесь рекламироваться. Поэтому мы сами здесь же ищем информацию и ни в каком другом месте. Здравоохранение, первое, что люди всегда ищут, да, в интернете информацию, если они больные или они хотят заняться там оздоровлением, диетами, спортом и тому подобное. А технологии, ну технологии точно так же породили, собственно, интерес к технологиям, потому что мы пользуемся компьютерами, благодаря этому люди, которые более подкованы технически, до сих пор гуглят информацию в сети. Вот, также можно сказать, что мода, например, бизнес-сфера и SEO вечно зеленый контент публикуют редко. И это действительно интересно, потому что по SEO вечно зеленого контента немного. И здесь вы тоже заметили эту тенденцию кривой, что из самых топовых статей у меня посвященные были цифровому маркетингу, как заработать. И секреты поиска Google, она совсем такая общая информация, я бы даже сказал, она больше к технологиям относится, чем к SEO. И, собственно, исследование действительно очень правдоподобно, потому что вечно зеленость заключается в том, что не всегда контент умудряется занять стабильный трафик. То есть, когда он начинает становиться ситуативным, а не стабильным, о вечно зелености говорить нет смысла. Вечно зеленый контент это контент, который будет стабильно давать вам органический трафик. Именно его и любят SEO-шники, потому что с него хорошо делать перелинковку. Потому что самые трафиковые статьи прекрасно годятся для формирования анкор-листа для внутренней перелинковки. Это, собственно, почему мы любим вечно зеленый. Во-вторых, с вечно зеленым контентом проще работать. Вы видите его позиции, вы видите стабильный органический трафик. Вы можете следить за ним, как за проектом, который вы отдельно развиваете. Не как за целым сайтом, а даже за отдельными статьями вечно зелеными, как за отдельными проектами. На этом все. С вами был Николай Шмичков. Обязательно не забывайте подписываться на мои соцсети, на наш канал, на нашу телеграм-группу. Вы можете всегда обсудить этот ролик в комментариях. Если хотите услышать что-то новенькое, обязательно задавайте вопросы. И всем спасибо. И пока-пока.